Всем привет, с вами короткие новости файтингов. Официальный твиттер Mortal Kombat сообщил, что третий DLC персонаж Комбат Пака Миротворец выйдет в ранний доступ 28 февраля, в полной соответственно 6 марта. Вместе с ним стартует четвертый сезон. Ранее третий сезон был продлен на две недели, то есть третий сезон будет идти 75 дней, вместо запланированных изначально 40 дней. Также НРС сообщили, что они в курсе проблем с ресинфронами и раунд-старт-адвентеджем и пытаются их решить. Организаторы EVO 2024 анонсировали линейку игр Evolution в этом году. В нее попали Tekken 8, первый год на EVO, Street Fighter 6, второй год на EVO, Mortal Kombat 1, первый год, Guilty Year's Strife, третий год, King of Fighters 15, третий год, Grand Blue Fantasy vs Rising, первый год, Undernight and Burst 2, CIS CLS, первый год и Street Fighter 3, Third Strike, седьмой год на EVO. Street Fighter 3 взят в связи с тем, что игре исполняется в этом году 25 лет и ровно 20 лет исполняется самому знаменитому воспоминанию в истории EVO Moment 37. То есть линейка игр такая же, как и на EVO Japan, плюс Mortal Kombat 1. Минимальный призовой фонд каждой дисциплины 30 тысяч долларов, они распределяются на топ-8, на основной сцене будут выступать, как и в прошлом году, топ-6 игроков. EVO 2024 пройдет с 19 по 21 июля в Лас-Вегасе. 7 февраля в Tekken 8 стало доступно первое обновление баланса 1.0.1.0.4, из значимых нерфов Jun, Jack и DevilGin. 7 февраля в Skullgirls Second Encore стало доступно бесплатное обновление, содержащее голосовой пак Soviet Annonser, озвученный Гэри Шварцем, новые палетки, новая арена Skullgirls Championship Series в честь мирового чемпионата по Skullgirls в этом году. 8 февраля в Capcom представили геймплейный трейлер третьего DLC персонажа первого сезона Street Fighter VI, Эда. Вместе с ним продемонстрировали новую арену Ruined Lab. В релиз Эд выйдет 27 февраля, за день до выхода миротворца в Mortal Kombat 1. В твиттере Killer Instinct разработчики внезапно сообщили, что в эти выходные пройдет тест кроссплея между Steam и Xbox и Windows Store в рейтинге. Сейчас в игре присутствует кроссплей, но не рейтинговый. Тест по московскому времени пройдет с 23.00.9 февраля до 19.00.12 февраля. Субтитры создавал DimaTorzok